Продолжение следует. Модернизация военных городков в Щелковском районе будет продолжена в 2017-2018 годах. Первый год исполнения пришелся на зимний период, отметил на первом в этом году оперативном совещании Дмитрий Манин. Учитывая длительность согласований, в этом году администрация района приступит к конкурсным процедурам за полгода, чтобы выполнить сезонные работы до конца сентября. В 2016 году по программе модернизации за счет средств областного бюджета в Щелкове установлены дополнительные освещения во дворах домов по улицам Беляева и Чкаловской. Всего более 100 опор освещения. По наказам жителей по микрорайону Бахчеванжи вымощена пешеходная дорожка. Организовано порядка 200 парковочных мест, установлены 4 детские площадки. В новом городке поселение Вдивежье Озерское заменены тепловые сети. Ремонт котельной продолжится в 2017 году. Тут же на совещании прозвучало предложение общественной палаты включить в программу территорию Щелкова-7. Исполнение программы модернизации военных городков обсуждалось сегодня на оперативном совещании. В 2016 году программа была выполнена на 90%. 10 остается выполнить в 2017 году. Также в этом году эта программа будет продолжена. В феврале должны быть завершены основные подготовительные мероприятия. На весенне-летний период запланировано строительство тротуара вдоль улицы Московской в Щелкове. Работы будут выполнены за счет местного бюджета, сказал Дмитрий Манин. На проблемном участке от дома 66 на улице Московской до высоток 134-й номерации на улице Жигаловской построят тротуары и установят дополнительное освещение. Об этом Алексей Ивалов на декабрьской встрече с жителями попросили сотрудники Жигаловской библиотеки. Рабочая группа по празднованию 80-летия образования спорткомитета создана в Щелковском районе. Мероприятие пройдет 1 марта на территории универсального спорткомплекса Подмосковья. Работники культуры вместе с администрациями поселений займутся написанием сценарного плана. На праздник будут приглашены заслуженные спортсмены, которые создавали в районе спортивные объекты и ветераны спорта. Беспрецедентное для Московской области количество подарков вручили детям в Щелковском районе в новогоднюю декаду. В общей сложности проведено 500 мероприятий. Только социальных подарков, я имею ввиду, социальные подарки были и от администрации Шелковского района, и от главы, от руководителя администрации, от глав поселений, руководителя администрации поселений. Было порядка 25 тысяч подарков. Это беспрецедентно Московского колледжа, чтобы вы понимали, количество подарков, которые было подарено детям всех категорий. Традиционно на совещании Надежды Суровцев и Алексей Валов отметили сотрудников учреждений, отличившихся в труде. Почётными грамотами главного управления МЧС в Московской области награждены старший инспектор отдела гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации администрации Надежда Отпущникова и Евгений Ляпин, директор единой дежурно-диспетчерской службы района. По итогам 2016 года служба отработала 119 тысяч звонков и заняла третье место в конкурсе «Лучшее ЕДДС муниципального образования Московской области». Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щёлково».